Вот такая карта гуляет в интернете, и на нее уже не раз делали поверхностные обзоры. Давайте сделаем более детальный и с переводом. Как утверждается, ее обнаружили американские конспирологи, кто-то пофотографировал ее в секретных архивах ООН. Все идеи, выраженные составителями в этой карте, как устроен мир, высказывались ранее в той или иной форме, но такая визуализация обнародована впервые. Карта нашей Земли представлена в виде того, что висит в организации объединенных наций, и вот этот жизненный круг, зона подсвеченная солнцем, по краям действительно может быть гигантская кромка, излом земли, покрытый льдом и снегом, который нужно преодолевать в подводной лодке или на самолете. Возможно, именно поэтому удалили дирижабли из частной собственности. Если все вот эти земли, которые находятся за антарктическим вот на этой карте 16 века, здесь указаны земли. Причем на этой карте эти земли не такие безжизненные. Тут есть указания на животных различных, которые проживают. Даже нарисован кентавр. Идут описания вот этих земель. Видимо, очень много гибридов людей со разными животными. Рокодилы, русалки, типа верблюды, зайцы, рыси. Все земли обитаемы. И за ними дальше имеются океаны, моря. Видимо, это покровители или цари этих территорий. Есть проливы, по которым можно спокойно проплыть за них. И это все очень недалеко от Африки, к примеру. В это время в Африке были вот такие вот озера гигантские наподобие морей. Сейчас там пустыни. Тут было очень много островов. Ну и надо сказать, что Австралия фактически это был в мыс вот этой земли, просто выступающей. Возможно, так оно сейчас есть. Вот та же самая карта, только развертка другая сверху. В ней точно так же гиперборея сверху, да, реанарисована. Южная Америка фактически переходит в заантарктический пояс. И везде-везде очень много территорий. Ну и надо сказать, что эта карта не одна. Таких карт было достаточно много, чтобы можно было провести параллели вот с таким мироустройством. Давайте посмотрим, что же на этой карте есть. По центру мы видим гиперборею, так же как она и выглядела на всех других картах. Здесь зона России, Северная Америка. Здесь Канада. Как мы можем видеть, на этой карте Северная Америка достаточно маленькая, просто малюсенькая по сравнению, например, с Африкой. Африка просто огромна. Если сравнить по нашим картам, то Африка почти по длине равняется Россия и США. А вот на этой карте она гораздо больше. Вот Гренландия. В целом все очень похоже, но вот здесь за Китаем Лемурия. Как на нашей карте могли бы скрыть вот такой огромный континент, как Лемурия? Австралия вот здесь. Австралию мы все знаем. Здесь указано, что она не переходит в Антарктику. Индийский полуостров совсем крохотный. На наших картах он гораздо-гораздо больше. Также от Африки есть достаточно большие острова, чтобы на них проживала какая-нибудь цивилизация. Ну и также в Африке здесь показаны озера гигантские, которых сейчас в реальности нет. Почему? Когда она составлялась? Вопрос. Если посмотрим с левой стороны, то здесь мы обнаруживаем тоже большой континент Атлантис, то есть Атлантида, которая ограничит с Антарктикой. Фактически Атлантиду мы всегда искали где-то вот здесь, с левой стороны от Северной Америки, то есть в этой части. А на этой карте она указана слева от Африки, причем она очень большого размера. Ей просто бы некуда было здесь поместиться. Но здесь есть Лемурия. Все надписи произведены на немецком языке. Также есть английские надписи. Ну и вот на современной карте, как показана Африка, размер ее Северная Америка примерно сопоставим, а Россия намного больше. Антарктида у нас представлена практически сплошным льдом. Вернее сказать, это даже не лед, а какая-то графическая поверхность. Все это занесено снегами, естественно. На самом побережье обосновались какие-то экспедиции в небольшом количестве. Вот российский архипелаг. При увеличении открываются какие-то более детализированные пейзажи. И в целом ситуация действительно похожа на то, что здесь все заморожено. Совсем не так, как на картах 16 века. Тут люди находят какие-то артефакты, ходы вовнутрь, пирамиду. Тоже она находится легко и сейчас видна. Вид со спутника, остатки каких-то городищ, всякие входы подземные. Люди как-то там выживали, очевидно. Но в целом вещи не настолько уникальны, их по миру очень много. Видимо, как цивилизация строила и пирамиды, и архитектура. Все это было также и здесь, когда это все было не заморожено. Карта эта в целом описана. Похоже, без хозных территорий здесь нет. Территория Девиста. Вот, к примеру, Асгард. Может быть, правда, здесь находился Асгард. Указаны базы фашистской Германии. Это те, которые обосновались в Антарктике. Их здесь несколько, но территория действительно очень большая. Возможно, это не базы, территории подконтрольные фашистской Германии. Вот, например, очень интересное Уфо, неопознанные налетающие объекты. Видимо, там их базы. Указаны подводные лодки, германские или тоже другой цивилизации. Вот та самая новая Швабия, где обосновались немцы, про которой много материала было. Почему она находится здесь? Потому что очень близко от Южноафриканской Республики. Вот они отсюда проплыли и обосновались вначале здесь, а потом уже начали осваивать другие континенты. Вот территория Елизаветы. Вулканический океан. Слышали о таком? Вот в этой точке очень много всяких земель и Уфо даже есть. Но это, наверное, потому что это место как раз и не показано. Но хотелось написать, что там еще много всего есть. Сейчас я объясню, почему. Тут тоже Уфо за Лемурией. Везде-везде все исследовано. Опять летающая тарелка указана. Страна Коац. Вот мы и сделали круг. Получается, что от Новой Швабии совсем недалеко есть земля Русланд. Территория России. Видимо, тут есть вот эта база, где обосновались русские. Далее, вот что здесь интересно. Здесь мы видим часовые пояса. Там вот первый час, второй, третий, четвертый. Они неравнозначны. Вот этот часовой пояс гораздо больше, чем вот этот. Тут могут быть две версии. Либо эта карта очень сильно изломана. На самом деле, если разложить правильно эти пояса, то и окажется, что Африка уменьшится, Северная Америка увеличится, Россия тут увеличится. Либо второй вариант. Все здесь освещается не так, как мы думаем. Вполне возможно, что с европейской территории солнце ходит медленнее, а здесь быстрее. Как вариант. Иначе надо вот эти вот пояса раскладывать и растягивать как нужно. Вот, к примеру, в 1912 году капитан Роберт Скотт, полярный исследователь, побывал в Антарктиде со своей экспедицией и сделал множество фотографий. Эти фотографии известны, ходят в сети. Вот остатки каких-то кварталов, сооружений, арки, тумбы. Явно был какой-то город. Даже есть памятники. Что-то, нечто пирамид построено. Здание, затопленное водой. Памятник. Колонны. Все признаки античной цивилизации. То есть, здесь какие-то были города, поселения. Люди активно осваивали Антарктиду. Памятник. Памятники. Все очень сильно разрушено. Какой-то как русский царь, да? Бородатая женщина. Или в какой-то паранже. Торговец. Также в сети ходят фотографии, снятые в экспедиции со странными существами другой цивилизации. Есть версии, что эта цивилизация находится за Антарктическим кругом. Но также может находиться и в Лемурии, и в Атлантиде, или в других скрытых местах на наших континентах. Если предположить, что эти фото реально были сделаны, конечно. Рассмотрим, что из себя представляет эта карта. Вот этот глаз и есть наше мироустройство. Плоская земля. Это вот этот жизненный круг. А все, что за ней, за этой плоской землей, под куполом находящейся, вот эта остальная карта. Вот она. Вот эта карта с территориями, что находится подо льдами. То есть здесь вот выходит из жизни круга. И вот эти территории, они указаны вот здесь. Тут мы видим мировое дерево, которое проросло внутри вот этого шара. Под плоской землей еще есть какая-то то ли полость, то ли что-то из другого материала сделано. Мы живем на этой плоскости. По мнению составителей этих карт, это мировое дерево корнем выходит в эту точку. Вот эта точка. А верхней частью упирается в купол. То есть вот она так проросло внутри и вот упирается где-то вот здесь в купол. Вот эта часть поверхности здесь показана. Вот она. Ну еще, наверное, вот эта часть поверхности. А вот эта часть поверхности, вот сюда она уходит, вот здесь, она не показана получается что половина вот этого шара там же тоже какие-то земли что-то должно находиться они находятся там за невидимой частью то есть эта карта показывает только вот это полушарие фактически вот так охватывая плоскую землю потому что там за горизонтом находится еще половина шара которые не описано получается вот какая история выходит что из себя представляет вот этот глаз тут находятся наши континенты для того чтобы попасть вот сюда на эту сторону вот на этот шар на большой нужно преодолеть ту самую ледяную стену вот она которая везде показывается что она такие огромные ледяные заторы которые можно преодолеть при помощи подводные лодки или на самолете как этот излом на гравитацию влияет наверное никак вот это дерево прорастая через плоскость нашей земли утыкается в купол она материальные или нет нам неизвестно но о нем много говорится в эзотерических всяких источниках и в религиозных есть еще центральный стержень который прямо точно находится над куполом выходит причем она выходит за купол и распространяет какие-то флюиды здесь есть более детальная обрисовка от центральный стержень выходит за купол после купола крест над крестом распылитель он что-то распыляет какую-то энергию судей из описаний которые мы переведем вот этот крест обозначает бога а это благодать возможно все вот эти вот обозначения имеют физическое выражение может так и выглядит из чего состоит и что такое собой являет земная ось тоже неизвестно возможно эзотерики взялись бы за это как-то обосновать зная катастрофах средних веков можно предположить что вот эти все земли стали безжизненными после вот этих катаклизмов и потопов что случилось почему они замерзли скорее всего потому что какое-то солнце отключилась видимо эти территории перестали обогреваться но с другой стороны посмотрим здесь вот эти океаны они не заморожены значит температура плюсовая заморожена только вот в этой точке где находится корень дерева то есть южный полюс вот он где находится далеко за пределами нашего понимания есть вот здесь замороженные области здесь более разморожены если сейчас там жизнь неизвестно непонятно но температура плюсовая но или как вариант составители этой карты намеренно умолчали о том что эти территории заселены и полны жизнью и нарисовали их безжизненными замерзшими такой тоже вариант возможен чтобы не совались сюда еще может быть такая версия те кто обслуживают нашу землю при сокращении населения уменьшают зону отапливаемой площади вот сейчас население увеличивается до 3 или там 8 миллиардов как считается территории начинают размораживать для того чтобы население перебиралась сюда и обживала пространство если на этой территории где сейчас якобы 8 миллиардов землю использовать рационально то земля может прокормить несколько десятков миллиардов а с этими землями и сотни потом человечество выйдет в космос но новым хозяевам земли этого видимо не нужно и решают просто сократить население до оптимального минимума миллиарда есть такие интересные факты что современные политические деятели регулярно мотаются в антарктиду туда ведется переброска грузов и специалистов начиная с 2005 года даже глонас теперь там работает в приполярных районах туда летают премьер-министры глава оон панги мун там был глава совета федерации и многие другие американцы и русские провели немало переговоров по антарктиде и это привело к совместному проекту друг млан объединяющие страны для проведения работ в антарктике какие тут могут быть варианты всем миром решили начать освоение антарктики либо решили противостоять тем силам которые там окопались и занимаются управлением земной цивилизации возможно оттуда начали поступать какие-то опасные вызовы или мотаются туда на поклон этим хозяевам цивилизации выпрашивая преференции возможно инопланетной цивилизации понятно что самая трезвая версия это освоение арктики даже если она действительно находится на южном полюсе и является этим небольшим континентом и так вот мы подошли к переводу для того чтобы понять смысл описания к этой карте германского составителя я обратился к игорю стрельцову в чате его игорь ckb2 он является автором более 10 фильмов на канале новая реальность начиная с 2020 года практически все они были ограничены и выдавлены ютубом с канала потому что касаются негласно запрещенных тем поэтому я постепенно выкладываю их в соцсетях в телеграм и вконтакте перевод здесь касается мироустройства и того как расположенные и ходят планеты и солнце вот этот корень мирового дерева вот в этом месте создает изображение луны то есть проекции луны кто-то решит разобраться поймет возможно по-другому вот это отображение луны находится ниже по орбите чем ходит солнце что отображает луна не совсем понятно что является изображение луны возможно отображение вот всего этого мира может быть изнутри может быть снаружи вот это отображение луны на вот этом нашем мире тут написано неизведанное и так что же нам пишут немецкие вернее германские свидетели альтернативной земли первая надпись енох раздел 4 глава 18 видел я сокровищницы всех ветров я созерцаю как он украсил ими все творения твердые основания земли и увидел я краеугольный камень земли я видел четыре ветра несущих землю и основание небесное и узрел я как ветры протягивают небосводы то есть ветра эти небосводы крутят и поэтому там все вертится и останавливаются отойдя между небом и землей это столпы небесные и видел я ветра небесные которые поворачивают и приводят окружность солнца и всех звезд их к закату то есть все здесь вращается и вращает этот небесный купол на котором мы видим звезды и солнце и все остальное снизу подпись вращение приводит к смещению магнитного полюса в направлении показано ярко розовыми стрелками то есть все вращается и магнитный полюс тоже видимо смещается вот эти четыре колонны то есть вот это вот здесь они указаны они еще и крутятся в левую сторону 4 колонны по четырем углам земли создают магнитный вихрь показанный красными стрелками который приводит всю эту конструкцию во вращение дальше вот эта надпись евангелие от иоанна 14 6 6 56 я есть им путь истина жизни никто не приходит к отцу как только через меня кто ест мою плоть и пьет мою кровь тот во мне живет я в нем иисус хрисов библейские какие-то непонятки итак мы видим здесь поверхность шара северной стороны как все устроено вот она вот эта плоскость где находятся наши континенты почему здесь не замерзшая территория потому что здесь солнце ходит по кругу многие видели как солнце ходит по кругу вокруг этой плоской земли так вот здесь указывается что на орбите солнца вращаются все эти наши планеты солнечной системы то есть они вращаются вокруг солнца а солнце ходят вот вокруг всех наших континентов почитаем обозначение что они имеют ввиду вот этот крестик год бог вот эти рай вода где тирай вода вода находится за куполом называется купол внешнего затемнения вот этот он более видимо прочный сверху вода дальше слой за водой рай что такое рай то может быть содержится наши души я не знаю корона там где находится большая температура год бог огромной температуры ядерная реакция то есть все вот эти слои находятся вот здесь вот слой затемнения корона рай там все такое и вот это вот ядерная реакция которая здесь происходит видимо и сам бог вот этот дальше читаем обозначение лутон нептун вот эти вот значки сатурн юпитер марс солнце солнце вот отображается вокруг которого все это вертится венера меркурий луна купол земля вот так обозначается и без на без на то что без дна то что неизведанное у них еще есть какие-то цифровые обозначения скорость вращения дни правила последовательность их вращения показывается схема как это все вращается эпициклы кругообразные движения которые ведут к петле наблюдение тела ну то есть двигается еще и еще вокруг вращается если брать марс то вокруг него есть два спутника фобос и деймос движутся также в обратном направлении оси вращения марса это здесь написано эпицикл на примере марса и так здесь мы прочитали идем дальше если это земля наша то вот это отображение луны это солнце вокруг по внешней орбите ходит вокруг него вращаются планеты здесь вот предметника объяснено как фазы луны возникают как возникает затемнение затемнение солнца вот здесь в этом абзаце написано угол луча солнца и черной дыры большой видимо здесь в куполе есть какая-то дыра и из вот этой ядерной реакции в эту дыру проникает солнечный свет вот эта дыра ходит по нашему куполу то что есть солнце это дыра и вот ядерная реакция через эту дыру освещает территории последовательно а дыра это вместе с куполом ходит туда-сюда солнце и луна находится близко друг другу в том же самом созвездии луч солнца в виде конуса полностью скрывает свет луны фазы луны схематично следующий абзацу угол луча солнца из черной дыры больше коническое преломление солнца закрывает половину преломления луны вот каким-то таким образом из-за вот этой дыры через который проникает это термоядерная реакция происходит затемнение луны поэтому не есть эти фазы следующий абзац когда угол луча солнца самый маленький в этом случае оба преломления находятся напротив друг друга и не влияют друг на друга тогда луна полная дальше здесь диск новой луны оказывается перед диском солнца закрывая его таким образом отбрасывая тень на землю и затеняя солнце это описано полное затмение когда мы видим что полностью закрывается солнце то есть дыра в куполе в этом абзаце угол луча солнца становится больше в этом случае коническое преломление солнца закрывает правую часть преломления луны вот в общем такой вот механизм описан который мы конечно же никак не можем в здравом-то уме себе и даже представить что такое возможно вот еще примеры здесь меркурий от вращающиеся планеты вокруг солнца и они также влияют на луну видимо здесь меркурий находится перед солнцем если он находится под правильным углом между луной и солнцем землей то тогда можно наблюдать частичное лунное затмение на примере венеры если она оказалась перед солнцем а вот здесь полная луна венеры и солнце встали на одной линии и между ними земля вся основная тень венера отбрасывается на полную луну тут уже тонкости я как говорится ничего не понял но было очень интересно вот описывается лунное затмение как оно происходит и опять же вот этот купол дальше непонятно купол только вот на этой плоскостью а как здесь люди живут там что есть кислород там есть какое-то освещение но вот здесь вот чтобы им проживать или они вообще в полной темноте там плавают ничего не видит непонятно для того чтобы исследовать вот эти земли тут нужно хоть какой-то освещение чтобы было может быть там другие есть источники освещения и другое тепло где находится вот этот шар в космическом пространстве в неизведанном как они пишут там что абсолютная минусовая температура как нам описывают и ничто никакой материи может вообще везде есть кислород и можно жить для того чтобы немцы исследовали вот эти области нужно было чтобы они не умерли то есть условия для жизни соответствующие даже если там но не так тепло как вот центральных землях цитирование библии говорит о том что это совершенно религиозные люди составляли карту в наши времена и вот интересно попав сюда допустим вот за этот купол мы вышли вот за этот купол на эту часть на это значит вот сюда допустим что мы там увидим в небе звезды там есть какие пространства они открываются с этой точки зрения если отсюда ладно мы солнце видим луну и планеты звезды на этом куполе каким-то образом это что дырки тоже в куполе а здесь что не что пустое черное небо вот еще несколько соображений по данному варианту миро устройства если солнце это не солнце а некая черная дыра в куполе то непонятно как вокруг нее могут крутиться планеты и при этом она пропускает поток мощнейшей энергии получается планеты небольшие поскольку купол недалеко и может ли быть на них жизнь не ясно но долететь туда получается несложно и недолго нам известна такая идея как переселение элит на марс у них такая последняя из фобий ее стоит изучить возможно они знают об этом больше это что он маленький и что лететь недалеко и возможно там есть условия для жизни тогда понятно почему эти все марсоходы снимают у нас на земле на всяких удаленных островах альтернативщики измерили угловыми величинами и установили что солнце находится на высоте 6000 километров это и есть высота купола что довольно близко наличие так называемой дыры вместо солнца подтверждается тем что через нее проходит сотни и тысячи разных космических аппаратов что фиксирует проект стерео материал про это смотрите на канале есть такой факт что чем выше слои атмосферы тем становится жарче и после мезосферы начинается термосфера и температура доходит до 6000 градусов это научные данные по факту ученые вообще плохо знают что на каких высотах находится и путаются в показаниях как там все устроено и это также можно считать подтверждением схемы устройства на нашей исследуемой карте из изучаемой нами схемы мироустройства понятно почему нельзя долететь до проекции луны но непонятно почему на ней столько кратеров очень похожих на атмосферные ядерные взрывы как на марсе неясен механизм создания проекции да и вообще что это за мировое дерево ось и так далее вся эта земная конструкция очень похоже на созданный орган похожий на человеческий глаз так может поэтому на масонской пирамиде и нарисован глаз обзор этой карты закончен все версии идеи я изложил как смог карту с переводом и без перевода в максимальном разрешении можете скачать по ссылке под видео отображает ли эта карта реальное мироустройство или нет нам неизвестно но какие-то версии в ней сводятся в общую концепцию перекликаются с изысканиями других альтернативных исследователей подтверждаются или просто совпадают некоторые другие факты ну и самое главное такое мироустройство соединяет два религиозных лагеря это плоскоземельщиков и шароверов прошу любить и жаловать вот вам плоская земля на шаре тысяч такого большинство народа явно не ожидала ну что ж крепитесь исследователи мироустройства то ли еще будет процессы на земле ускоряются экспоненциально а